Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас будет нестандартный обзор, не обзор, даже не отзыв и ничего с ним. Просто у нас будут разговоры про вот эту бумагу, которую мы получили от компании Interskoll. Это судебное, исковое судебное заявление на сумму 15 миллионов рублей за видеообзор. Кто не смотрел обзор, посмотрите, пожалуйста, на нашем канале. Обзор называется Multimax Frankenstein. Если вы реально найдете в нем негатив или какую-то информацию, порочащую компанию Interskoll, было бы интересно вас услышать. Но компания Interskoll ее нашла. По сути, давайте вернемся к вообще концепции Ютуба. Ютуб – это платформа, на которой, даже если зайти об информации о Ютубе, есть такая вот всплывашка и есть вот такой текст. Означает, что этот текст и наша цель заключается в том, чтобы дать каждому возможность высказаться и показать мир. Мы верим, что каждый мир право голоса и что мир становится лучше, когда мы слушаем, делимся и строим общество благодаря нашим клипам. Наш канал уже более пяти лет публикует видеоролики, видеообзоры. Это обзоры, где мы тестируем или сравниваем инструменты и делимся своим мнением. Большинство инструментов мы купили на свои деньги. Некоторые товары нам действительно предлагали поставщики, прислали, мы тестировали. Но всегда мы оставляли свое мнение. Если нам что-то не нравилось, мы об этом говорили. И вот случился тот момент, когда за то, что нам что-то не понравилось, нам пришла вот такая вот бумага, где в судебном исковом заявлении требует с нас 15 миллионов рублей за подмоченную репутацию компании Интерскол. Что такое видеоблогинг? Да, это интернет-явление, включающее в себя создание и выкладывание всей видеоматериалов на ту или иную тематику, выбранном автором в формате соответствующему жанру, рассчитанном на определенную аудиторию с целью заработка и увеличения аудитории. А, не денег, а аудиторию. Заработка и увеличение аудитории. Но заработок у нас ушел с монетизации, поэтому только увеличение аудитории. Понятие подразумевает под собой серию клипов, объединенных между собой по каким-либо параметрам, так как канал Папа Карло можно именовать видеоблогом, где есть видеоконтакт, посвященный работе и функционированию различных инструментов для ремонта и строительства. Мы должны понимать, что формат ролика у нас не информационный, а аналитический. Мы берем инструмент, пытаемся разобраться. По сути, это просто отзыв на товар. Это такой же отзыв, как на маркетплейсе вы оставляете, используя инструмент. Такой же отзыв, как вы оставляете в любом магазине, где вам что-то понравилось или что-то не понравилось. Об этом вы можете спокойно, свободно рассказать. Мы это спокойно и свободно говорим на площадке YouTube, но как будто это наше не очень понравилось мнение. Молча пять звездочек. Да, не пять звезд получилось. Петя, к сожалению, в кадре не будет, но Петя находится рядом. На самом деле в видеоролике участвовал Петр в основном и Юрий. Я участвую там эпизодично, но мнение свое они оставили об инструменте. И тут получается так, что именно за мнение блогеров их пытаются сейчас на 15 миллионов наказать. Компания называет это словом наказать, потому что если вас не наказали, значит вы безнаказаны и будете еще больше чудить. Это вот, кстати, комментарий, который в нашем телеграм-канале. Если зайдите, посмотрите, там вообще интересно, конечно. Очень-очень рад, что нашу позицию поддерживает очень много ребят, все сторонники. То есть нужно понимать, что блогер-то сейчас не один человек, это большое сообщество людей, связанных с единым мышлением, с одинаковыми ценностями. И у нас таких ребят уже около 200 тысяч человек. Ну, активных блогеров, конечно, там поменьше человек 20 тысяч, но это те ребята, которые действительно что-то делают, что-то двигают. Давайте будем последовательны. Если, допустим, мы рассказали в ролике о каком-то инструменте, какую-то нашли не очень положительную характеристику, которая не нравится производителю. Но мы ее озвучили, производитель подал на нас суд и с нас взыскали, ну пусть не 15 миллионов рублей, пусть это будет 100 рублей, неважно. Но произойдет прецедент, когда нас, блогеров, да любого человека, который свое мнение высказал, уже не даже, можно сказать, и не в ютубе, в телеграме. Вы высказали свое мнение по инструменту, да любому продукту. Это будет автомобиль, допустим, отзыв или на любую, ну, платье не понравилось, здесь вот мне что-то жмет, а потом вам говорят, а вы что, охерели, да, что оно вам там жмет, вот вы говорите, что у нас неудобное платье, а у вас, может, фигура дерьмовая, да. И, значит, вы нам должны за то, что вы репутацию нашего бренда портите, вы должны нам 15 миллионов рублей. Вас могут и за отзывы в маркетплейсе тоже, получается, нахлобучить, да. Поэтому прецедент очень серьезный, и если этот прецедент получит положительный для производителя поворот, то есть нас реально признают виновными, значит, получается, мы действительно достойны того, чтобы не иметь своего мнения. Мы достойны этого. Иметь-то можно, высказывать нельзя. Да, да, а если, допустим, получится так, что мы все-таки выигрываем суд, да, то получается, компания, подавшая на нас суд, ну, ребята, на самом деле, не очень, скажем так, себе репутацию подмочат. То есть ребята становятся токсичными, и с такими компаниями никто уже не захочет иметь дело, ни поставщики, ни потребители, ни дилеры, ни никто, потому что в любой момент за всякую херню вас могут наказать. Вы будете наказаны все, что вам не нравится. С такими компаниями, как правило, люди не хотят иметь дело, потому что это очень неправильная позиция. Вообще, я считаю, что с блогерами в данный момент нужно дружить, нужно брать пример у других компаний, которые через эти тоже… Я понимаю прекрасно производителя, который говорит, что «да что он охерел, что он несет, у меня же шикарная продукция, классно все, что этот придурок там, да, лопочет, да». Ну, вы знаете, бывает реально, вот у любой продукции есть плюсы и минусы, и у нас есть, допустим, та же самая компания, там, Штурм, Ханскер, они говорят, у меня, говорит, кровью сердце обливается, когда вы, говорит, поносите, говорит, мой инструмент. Но он достойно принимает эти минусы, и знаете, что самое забавное? Они, та же самая компания «Зубр», да, у которой горели здесь станки у нас в студии, постоянно там болгарки что-то выходили из строя, аккумуляторный, помнится, там, что-то… Они вообще говорят, да ребята, да похер, пускай горит, вообще плевать, у нас и так из-за того, что вы просто это все показываете, у нас это продается, все отлично идет, вообще проблем нет. Мы только благодарны, когда мы показываем, что это недостаток, мы увидим, что следующие генерации, они этот недостаток исправляют. Для них это офигенная обратная связь. Вы получаете обратную связь и возможность развиться. Если есть компании, которые этого не понимают, которые пытаются наказать тех, кто говорит то, что им не нравится, вы, ребята, у вас ваши пути развития, они, кстати, на мой взгляд, сейчас очень туманные. В век, когда сейчас люди опираются при выборе инструмента на мнение блогеров и покупают в большинстве случаев в сети этот товар, вы растирайся, вы уже сейчас получается иск не только нам кинули, вы кинули всем блогерам, которые в нашей сфере сейчас работают. Они получают теперь, ну, то же самое, канал. Он уже закрыл ролики с интернетом, потому что там был прям таки, да, он говорит, ну, говно. Ну, его мнение такое, он взял там этот инструмент, так вот скинул через плечо и говорит, мне не понравилось, вот это его мнение. Но он, его понять можно, он не хочет этих геморроев, потому что сейчас на данный момент мы уже потратили около 350 тысяч рублей на судебное разбирательство. И еще более того, мы потратим больше, мы знаем, что суд еще только в начале декабря будет, что это полмиллиона примерно будет, как минимум, да, это судебная экспертиза, работа юристов и так далее. Это полмиллиона рублей, то есть это те, еще суда не было, а уже на полмиллиона, получается, попали, да. То есть, кому это нахрен надо, то есть никто скажет, ну, нам не хотим, чтобы, может быть, у них даже ресурсов таких нет, чтобы такие операции проводить, да, им скажут, вот там, вы виноваты, а они даже защититься нормально не смогут. Конечно, им не хочется, это геморроев. Получается, что они что, говорят, то окей, тогда давайте мы этот инструмент снимем, то есть, получается, что инструмент давления на блогеров, он сработал, то есть, уже получается, вот этот инструмент давления, он на некоторых сработал, они уже закрыли ролики. Если мы хоть один рубль проиграем, да, тогда получается все, можно, в принципе, любого блогера нахлобучить. Я так до сих пор и не понимаю до конца, чего они хотят этим добиться, вот этим иском. Ну, то есть, что они преследуют, какую цель? Они написали у себя в Телеграме это наказать, не в Телеграме, а мы в ВКонтакте, нужно тех людей, которые много базарят про нас плохо, да, как они считают, что плохо, да, а мы, наоборот, считают, что, да, находим их слабые стороны, которые можно улучшить. Если мы говорим, что маркетинг на компании «Интерского» для нас на очень низком уровне, то вам нужно, наверное, что-то поменять, вам нужно поменять медиалиц, поменять тех людей, которые… Но если у вас мышление такое, что вам это норма, вы отрицаете наличие интернета, отрицаете наличие возможности проверить, где ваш товар сейчас производится, в каком месте, это сейчас все сквозно. Может быть, вы не пользуетесь интернетом, но не надо за всех людей считать. Люди сейчас очень-очень быстро информацию получают. Не мы это будет, кто-то другой. Есть намного больше блогеров, которые записали ролики более жесткие, да, там, как и не быть, оказаться, да, то есть, ну, мол, не подключился к нам, да, с поддержкой, а все остальные блогеры, там, не подключился к нам, да, с поддержкой, подключился к нам, а сантехник казалось бы, да, вообще не казалось бы, ну, классный мужик просто, ему большой респект, он подключился, мы в Телеграме, он там написал, что, ребята, мы с вами, все. Очень, конечно, поддержка для нас очень важна, потому что чем больше людей будет в теме, тем меньше шансов у, скажем так, недобросовестных ребят провернуть какую-то клевую операцию, которая была бы теневая какая-то, да, которая была бы для нас, для всех блогеров неблагоприятна. А мы, как Д'Артаньяна, ищем точки роста. Мы называем эти места, где проблемные места, где мы на них вам указываем, да, во всем производителям, вы их воспринимаете правильно, вот мы когда были на Митексе 2022, Пете, мы тогда подошли и сказали, у вас вот почему-то все время штурм, цвета разные, инструмент зеленый, там, темно-зеленый, они не соответствуют. Он говорит, мне очень понравился ответ, это наша точка роста, вот и все. То есть он не сказал, да вам показалось, да вы дальтоник, да вас засудить надо, а может быть я вижу, что они одинаковые, нет, такого не было. Он сказал, это наша точка роста. То есть он признал, что эта проблема есть и сказал, что мы в этом направлении будем развиваться, мы будем эту проблему решать. Ведь это здорово, на самом деле, когда фирма тебя слышит, когда тебя слышит, когда тебе не говорят, что это бумага черная, все нормально, она такая, а ты такой, блин, да я же вижу, что она белая. Нет, она черная. Вот так должно быть. Итак, по поводу иска, у нас иск появился буквально где-то в середине лета, да. Ну, пришла, во-первых, изначально, в середине лета пришла претензия от Интерскола, пришла досудебная претензия, мне сказали, ребята, ознакомьтесь с претензией. Мы, ну окей, хорошо ознакомимся, открываем претензию, смотрим. Ну, во-первых, она на ООО «ТК Папа Карла», торговую компанию, которая, в принципе, не является владельцем YouTube-канала, владельцем YouTube-канала является частное лицо, и на частное лицо этот канал зарегистрирован, чтобы вы понимали. То есть, это компания именно блогеров, да, то, что именно я работаю в компании Папа Карла, да, параллельно, это ничего не значит, что этой компании, компании принадлежит. Это вообще товарный знак зарегистрирован на то лицо, на которое, которое оформляло именно этот YouTube-канал в далеком 18-м году, по-моему, да, Петя? Не помню. Ну, ладно, вопрос-то в другом. Выиски, то есть, они говорят, мы пытались, у нас вот есть фрагмент, где, сейчас скажу, с 8 сентября, да, вот я вот такой фрагмент, с телеграм-канала, это наш чат Интерскол, где мы общались с поставщиками, где я предлагал, ребят, давайте все-таки отрегулируем наши отношения, попробуем разобраться и решить вопрос. Человек, который ответил, я сказал, ну, перешлите руководителя, он говорит, я, говорит, не принимаю решения. Ну, в общем, они отморозились, не стали отвечать. Это к тому, что Интерскол говорит, что мы пытались договориться, ну, даже не так. До судебной претензии. До судебной претензии указано дословно, я вам сейчас зачитаю, оно у меня здесь открыто, что мы такие-то, такие-то, компания, КЛС Трейдинг, так да, это, вот, просим вас, вот, и сейчас внизу как раз написано, незамедлительно удалить выпуск на канале, опубликовать опровержение указанной информации и разместить данное опровержение в YouTube-канале Папа Карло. Выплатить в пользу КЛС Трейд денежную компенсацию в размере 15 миллионов рублей. То есть, они хотели досудебно решить эту проблему выплатой им 15 миллионов рублей. Попытались договориться. Это называется на их языке, попытались договориться. Мы много раз пытались договориться, 15 миллионов рублей оплати, и все будет нормально. Может, вам лучше на исках зарабатывать, нахер вам этот инструмент. Просто берите и давайте там, знаете, сколько роликов, где просто в прямую говорят, говно, так говорят прям, в кавычках, там, мое мнение, блин. Вот, а то сейчас скажут, давайте сейчас второй ролик, да, я просто говорю, как прямая речь. Столько роликов, ребят, ну, я понимаю, что уже половина позакрывалась. Сейчас там такой плацдарм для 15 миллионов гуляний хочу, вот, в ролике, в котором мы докопались, Франкенштейн, но я к нему сейчас чуть попозже вернусь. Итак, какие же причины были? Естественно, причины были более глубокие, скорее всего, это не тот ролик, который мы сейчас будем разбирать. Изначально, конечно, скорее всего, за наши какие-то там подколы, приколы, да, кто-то просто из руководства, ну, я даже знаю, кто я не буду назвать фамилии, потому что не считаю, что это этично. Посчитал, что вот это вот не есть красивое, нехорошо, это вот про нас так нельзя говорить, мы просто богоизбранные, у нас вот такая вот есть богоизбранность, и вот такая вот про нас вообще нельзя говорить, ничего, потому что мы... Хорошо или никак. Да, мы вообще священные, ну, извините, мы говорим про всех, про все одинаково, когда начинают нам пытаться, вот это эффект Барбары Стрейзен, да, пытаться запрещать что-то там, палки в колеса вставлять, тогда мы еще больше начинаем, ну, серьезно, это не нужно, вот нужно дружить, и все. Просто был же период, когда дружили с блогерами, вы даже дружили с блогерами, и даже нам прислали инструмент кое-какой на обзор, и, кстати, да, есть такой момент, ну, правда, у нас там пылесос сгорел во время ролика, мы не, мы, просто мы, ну, я понимаю, что... Слушай, мы же не преследовали цель обосрать, у нас нет же изначально такой... Нет, цель обосрать нет, но мы просто, если есть какой-то косяк, мы просто об этом не замолчим. А ну-ка, сейчас мусор, давай, вот он работает, работает, работает. Короче, ребят, если вам нужен пылесос, которым нельзя собирать строительный мусор, выбирайте, охрененная штука, с регулировкой оборотов, с оборотов, с клапанами, бачок прекрасный, главное, уборку не начинайте, А если вам нужен для уборки, тогда используйте пылесос без регулировки оборотов, они реально нормально работают. Как говорится, не вы этогоитесь, и все будет хорошо. Ну, я не знаю, может, нам такая модель попасть, короче, как есть, так есть. Это электроника, сто пудов. Немножко подуспокоились, подумали, и было такое предложение озвучено, проверить еще один такой же пылесос, чтобы выяснить, если это конкретно брак одного этого, уже будем решать, ну, в дальнейшем. Если окажется, что второй пылесос точно так же отрубается, когда в него попадает реальный мусор... То это косяк в модели полнейший, это просто залет. Да. Не надо, бишь, даже не делай, короче. Смысла нет, Юр. Ты понимаешь, да, что смысла нет никакого? Да. Это косяк модели, блин. Полный. Если там сгорание было контактов на аккумуляторе, блин, во время пиления, произошло, произошло. Это конкретно шина на плате между вот этим контактом и... Ребята, загорелась не банка. Да, я говорю, на плате видно, что это идет от минусовых контактов на обратной стороне, вот он мост, да, это мост. Какой-то говно и палки, ладно. Хлам, короче, мусор. Пылесос, косяк был. Вы же понимаете, что если мы вам на этой стадии, когда у вас сгорел аккумулятор, вы просто берете эту партию непроданных батарей, пока еще непроданных, и исправляете. Вы должны спасибо сказать, что вам об этом сообщили быстро, напрямую. А потом вы еще должны сказать, вообще сказать, я ничего не должен. Не надо, вы должны, получается, как если вы продаете, я сказал бы так, вы должны были бы сказать. Ребята, мы все исправили. Вот реально, вот у нас был такой ролик, показали папа Карло, был косяк, а сейчас мы исправили. Вы исправили косяк с пылесосом. Это хорошие пылесосы, на самом деле. Они действительно, они даже у нас в прокате есть интерсколовские пылесосы. Чтобы не было у вас мнения, что мы говорим, что интерскол это плохой инструмент. Не такого вообще не может быть. Не может быть плохого инструмента интерскол. Есть плохие руководители какие-то, конкретные люди, которые сейчас делают его токсичным. Они делают его не очень приятным. Сам интерскол инструмент, он как и любой другой китайский, он имеет плюсы и минусы. Он может ломаться, а может не ломаться. И если мы говорим о том, что где-то в России производится, дай бог пускай производится. Если сейчас они запускают на Бошевском заводе в Венгельсе линейку интерсколовского ушемок, это вообще супер. Я только рад. Я рад за то, что производители в России делали инструмент, который действительно делается в России. Но я не очень рад, когда нас пытаются притянуть за то, что мы говорим, что инструмент китайский, и он действительно делается в Китае. Что он российский. Я не хочу, чтобы мы в этом лицемерии. Мы в этом лицемерии участвовать не будем. Хотите там кому-нибудь трите, мы вообще. Если мы считаем, что он китайский, мы говорим китайский. Если мы считаем, что он российский, мы говорим российский. Мы были на российском заводе, смотрели на российский инструмент, который производится. Нас пригласили, мы вас много раз просили пригласить нас на завод в Интерскол. Вы нас не посчитали нужным пригласить. Хотя вы считаете, что все еще производство у вас там какое-то есть. Я вообще без проблем. Я понимаю, что мы сейчас тоже для вас стали тактичными. Вы с нами не хотите иметь дела. Ну ладно, купите тех блогеров. Пригласите тех блогеров, которые придут на ваше запускание, покажут. Пусть люди увидят, пусть люди поверят. А что вы сейчас только ходите, вы такими большими надписями пишете, что сделано в России, для России, от России, из России. Вот и все. Поэтому у людей, естественно, недоверие. Ну, а вы реагируете. Если бы я, допустим, может быть, на вашем месте был бы, я реально произойден, мне бы тоже было бы, например, тоже неприятно, что про нас так говорят. Ну, хрен он знает. Ну, тут еще и момент есть о том, что, может быть, мы говорим о том, что характеристики не соответствуют. Действительно, если мы считаем, что характеристики должны вот так вот написаны, заявлены, они должны хотя бы соответствовать. Мы знаем, что гайковерты не, скажем так, может быть, они выдают эти ньютоны на метр, но они проигрывают тем же ньютоном на метр, который выдаёт та же самая Макита. Я вот хотел добавить немного про характеристики, то, что не нравится то, что заявленные характеристики не соответствуют. А у именитых брендов, не буду их называть, у них зачастую точно так же заявленные характеристики не соответствуют. И ничего. Все к этому относятся ровно и с пониманием. Есть те моменты, где заявленные характеристики не соответствуют у некоторых профессиональных брендов. На наш взгляд, тоже мы там тестировали, не было оборотов у того же Боша. Всегда не хватало, да, никто на нас суд не подавал. Но у них как бы хватает понимания, что это не та история, где нужно пытаться пиариться. Есть, конечно, у меня предположение, что это такой пиар за счёт нас. Почему бы не подали там на реально, есть же действительно ролики, где вас раздал, блядь, прям вообще по-чёрному, в чёрную раздал, блядь, ваш интерскол, да. Но подали на нас, да. Ну, может, такой хайп хотите поймать? Ну, ладно, вот вы просили хайп, получайте ваш хайп, это то, что вы уже оплатили, как бы, да, то есть это у вас, вами это уже оплачено. Кстати, с торговой компанией отношения прекратили в одностороннем порядке. Слушай, ну, видишь, как Генри Форд сказал, мой секрет успеха заключается в умении понять точку зрения другого человека и смотреть на вещи и с его, и со своей точки зрения. То есть нужно уметь понимать своего пользователя, понимать блогеров, понимать людей. То есть когда ты всё время со своей политикой идёшь, со своими ценностями, ценности какие? Наказать, удалить, уничтожить, не нравится, убрать с пути, да. То есть такие вот ценности, они, к сожалению... Вообще, я считаю, что всегда можно выкрутиться с ситуацией, да, всегда. Да, даже если вот уже даже суд прошёл, а потом говорят, и они говорят, ребята, блин, извините, вот мы оказались, мы подумали, мы оказались неправы. Вот вам за судебные издержки вам 500 тысяч рублей, это будет действительно... Мы все судебные издержки подтвердим документально, то есть то, что потрачено было. Вот вам, пожалуйста, 500 тысяч рублей, вот вам, пожалуйста, извинения от нас. А вы нам пятнашку. А вы нам 15 миллионов, да. Вот как бы мы поняли, что давайте как бы дружить. И мы говорим, ну, всё, ладно, понятно, мы рады, что вы понимаете, вы убираете с их медиа каких-то там непонятных лиц, которые просто вам портят. Да пускай даже не убирают, просто не... Да не портят. Да ну, Петя, уже все из этого выражают, уже даже самые ленивые, они говорят, эти люди портят имидж компании. Они могли бы развиваться, если бы не было вот этого вот трухлятина. Ну, это их путь. Окей. Ну, пускай, что хотят, то и делают. Вот, кстати, момент какой, мы с августа публикуем один ролик вместо трёх, получается два ролика мы в неделю не публиковали. Знаете почему? Потому что мы этой хернёй занимались, мы занимаемся от этого себе судебной хернёй, и получается мы дофига роликов не сняли. Вот эта херня, там, не только у нас полмиллиона рублей, но и у вас контент, да, ну, контент, как бы, его тяжело измерить рублями. Но, тем не менее, они, вот, кстати, они свой иск измерили 15 миллионами ущерба каким-то образом. Репутационными. Репутационными. Репутационными, хотя он никак не подтверждён. Ну, ладно. Так, ладно, погнали дальше. Да, мы сейчас будем говорить, и внизу под роликом мы предложим сертификаты, архив сертификатов производства компании Терскол, где указано, что текущий ассортимент, порядка 95%, порядка, производится в Китае. Я, на самом деле, не считаю, что это зазорное, что товар производится, допустим, закупается, производится в Китае. Ну, на мой взгляд, ну, вся линейка 12-ти вольтовая, 40-ка вольтовая линейка, которая сейчас и на выставке была представлена, вот она, она вся производится на заводе ТМГ. Это китайский завод, это линейка и 12-ти вольтовая, которая сейчас, как бы вы хотели Интерскол, но это невозможно, это уже знают все в Ютубе. Может быть, какая-то часть, если вы перевезёте в Россию производство, я знаю, что можно любое производство с Китая перетащить в Россию, но ресурсы тяжело перетащить. То есть, производственную базу, там, она всё это будет стоить на 2-30% дороже. Это всё понятно и логично. Кстати, на выставках постоянно, на выставках постоянно интересная информация. Сделано в России, сделано для России. Я вот просто, мне просто интересен один момент. Зубр, допустим, производит тачки в России. Они могут писать, что Зубр сделано в России и сделано для России? То есть, не ввод ли это в заблуждение покупателей, да? То есть, на того, чтобы писать такие вещи на выставках, надо хотя бы 51% товара производить. Ну, чтобы большая часть товара производилась в России, да? Вот. Не то, чтобы, как бы, меня это сильно коробило, просто иметь в виду, что, как бы, на мой взгляд, ну, это, ну, я понимаю, что это маркетинг, все дела, как бы, ну. Ну, материалу по делу, по этому иску, иск мы прикрепим тоже внизу, если кому надо, прям с этим иском ознакомиться. Там вообще работа юристов очень интересная. Я просто про квалификацию сказал маркетологов, бог не, но квалификация юристов там, она очень слабая. Во-первых, изначально подали в арбитраж московский арбитраж, иск, московский арбитраж. Если вы уже на компанию подаете, да, почему-то на компанию, почему на компанию странно, да, не разобрались бы, хотя бы, кто является владельцем ютуб-канала, да, подали на компанию, она находится в Краснодарском крае, получается, арбитраж. Подали они арбитраж на московом одувании, наверное, специально подали, наверное, это, ну, так, типа, припугнуть. Арбитраж отозвал этот иск, они подали его в Краснодарский арбитраж. Через некоторое время его отзывают, потому что они не там, ну, не уплатили пошлину. Ну, пошлину они уплатили, не перенаправили это платежно. Короче, там, они три раза его подавали, три раза. И только сейчас назначили заседание. То есть, ребята, квалификация ваших юристов, она настолько плачевная, это даже видно по самому иску, кто его составлял. Такая сова натянутая на глобус. Ну, опять же, суду виднее будет. Значит, есть фактор распространения ответчиков сведений АБЦ. То есть, мы говорим об интерскоре, да. Есть второй параметр, это порочащий характер этих сведений. То есть, эти сведения порочащие. Мы его прям порочим, порочим. И несоответствие сведений действительности. То есть, если мы называем интерскору красным, а он серый, это несоответствие действительности. Если все эти три фактора есть, значит, можно посудиться. Порочащий. Вот мы здесь, кстати, в этом я тебе покажу, что это выписка есть о том, что канал зарегистрирован на час налицо. А вот, кстати, чтобы вы понимали, в выиске написано, что ОКЛС-3 и ТК Папа Карло, они знают друг о друге. Вот, кстати, вот Петр и Юрий, там написано, что Николай и его сотрудники, то есть, Папа Карло и его сотрудники должны понимать, что между ОТК Папа Карло и между Петром и между ОТК Папа Карло и Юрия никаких договорных отношений, трудовых отношений нету. То есть, эти ребята работают сами на себя. Юрий самозанятый, Петр своею П. Я вообще в ООО тружусь, да? То есть, у нас это блогинг, это как бы сообщество людей, которые с одной мысль, с одной целью, с одной идеей собираются и просто, скажем так, в свободное от работы время мы формируем какой-то вот контент, который мы считаем нужным выпускать с, может быть, вместе, да, с какой-то компанией, которая нам за это, допустим, дает инструмент, да, а мы за это делаем рекламу, торгового знака. То есть, ну, такая коллаборация, да, но почему-то подают иск на торговую компанию. Надо вот этих вот, надо наказать, надо наказать, наказать. Что мне сделать? Кто у нас там? У нас 50 юристов, что они сидят, штаны протирают? Да, протирают. Давай, пускай работают, давай, давай. Юрист такие, так, что нам нужно сделать? Что ролики? Да вроде-то все нормально. Во, во, Франкенштейн. Вот это обидно. Вот Франкенштейн, это точно обидно. Докопались до названия ролика. Это Франкенштейн. Вот они-то написали по поводу этого. Психотический, но блестящий хирург создает машину для... Это в иске, чтобы вы понимали. Машина для убийства. Использует части мертвых тел убитых нацистских солдат, а также имплантирует им оружие в надежде создать неудержимую экскадрилью машин для убийства, которые вернут надежду и возможную победу гитлеровскому Третьему Рейху. То есть они играют с такими определениями и выделяют их, как ужасный монстр, чудовище, зомби, трупы, бездушные машины для убийства людей. И это мне просто, конечно... Это терминатор. Просто человек, который съел, он еще написал список фильмов. Вот он, список фильмов, вы просто поражите. Фильм Франкенштейн 1910 года. Фантастика, ужасы, жанры. Там, знаешь, чудовищем, черным цветом время. Злом. Тоже выделены черные наши, молодым, жирным. И, конечно, если этот список в иске идет на трех страницах фильма, список фильма Франкенштейн, где там убийство... Фильмография какая-то. Да. Даже подписчики в нашем ТГ-канале говорят, о, спасибо, теперь будет что посмотреть, список фильма посмотреть на выходных. Да, может быть, конечно, фильмы каким-то образом. Но, ребят, если честно, если мы говорим про Франкенштейн, чтобы вы понимали, это вообще-то ученый, который дал второй шанс, как это Нитерсколл, второй раз в воскрес, начал работать после банкротства. Дал второй шанс, создал какое-то существо, которое создано из разных частей, и которое обладает какими-то мощными характеристиками. То есть это какое-то гениальное изобретение. Но если вы говорите про Франкенштейна, то есть если вы ориентируетесь на вот этот негатив, я ориентируюсь на, допустим, позитив. Если мы посмотрим, я вот недавно почитал книгу Арнольда Шварценеггера, мне понравилась биография, то написано следующее. Мне понравился подход Джо, где он? Джо Вейдер, это, кто не знает, наставник Арнольда. Он уже соткал бы мне целый миф. Я был немецкой машиной, совершенно не надежной и безотказной, которая всегда работает и никогда не ломается. И Джо собирается применить свои знания и силы, чтобы подобно Франкенштейнам оживить эту машину. То есть Арнольдш о себе говорит как о Франкенштейне, то есть о той машине, на которой нужно поработать. Вообще Франкенштейн это ученый, кстати, даже это не то, что он сделал. И здесь немножко мне напоминает анекдот, вся эта история, когда мужик зашел в автобус. Заходит мужчина в автобус, покупает талон и передает его рядом стоящей женщине. Рыбка, прокомпостируй билетик, пожалуйста. Женщина берет талон и делает выводы с его слов. Рыбка, значит, зубами, зубами, значит, кусается, кусается, значит, собака, собака, значит, сутка. Люди, он меня проституткой обозвал. Вот это из той же самой истории. То есть можно попробовать его так вот растянуть. Таким образом сформированный в мировой массовой культуре недружественными Российской Федерации странами Европы и США образ Франкенштейна. И здесь почему-то они вкрячивают, знаешь, вот эти вот недружественными странами. А потом в ниже они в выиске пишут, что они в сотрудничестве с НАСА, которая принадлежит недружественным странам, разрабатывают какие-то для космоса, какие-то там тык-хрень, короче, какая-то типа там. То есть получается, что у вас ничего не... Ну или кресик снимите, или трусы надете. Ничего не подгорает то, что у вас недружественные страны там, а здесь они, получается, стали дружественными. Вы уж как бы определитесь, на мой взгляд, работа юриста здесь в полном провале. Я же еще так бы хотел бы добавить, что боевые упоры, которые вот российское, вот это все там оружие, карабины, которые там товарищи нам с экрана и запатентованные, которые вроде как они говорили, боевые ваши упоры, которые запатентованы, да, они вот, например, вот компании Кернер, Ставер, по-моему, да, выпускаются. Вот в таком вот варианте они уже в продаже есть. То есть это один в один интерскон, но может чуть-чуть отличаться. Это те же самые боевые упоры. Мне просто интересно, если они у вас разработаны, как вы заявляете, они у нас разработаны, боевые упоры, и они у вас запатентованы. Вы на этот товарища Кернера будете подавать за нарушение патентов в суд или нет? Это очень важно, потому что тут как бы если вы уже там где-то есть нарушение, вы за то, чтобы все было четко, нам тогда уже получается за боевые упоры стоять. Итак, бытовой фрактинер. Первая проблема, это первая претензия, которая, вернее, вторая уже получается, которая затронута в иски, это то, что наш инструмент, он безопасный, а вы говорите, что он опасный. Вот я показываю этот момент. Вот включатель этот не очень безопасен. Представь, вот ты ее устанавливаешь. Ты, конечно же, забыл снять палец с курка, он у тебя здесь, и ты берешь... И все, и сразу минус пошел, потому что небезопасно. Оно у вас еще не установлено. Ну ты не ломай. Мне интересно только один момент. Давайте вот реально посмотрим. Ну вот даже так, вот даже если мы не устанавливаем насадку, просто реально бывает так, что у вас нету защиты от непреднамеренного запуска, вот в этом устройстве. Чтобы вы понимали, что у других надо сначала одну кнопку нажать, потом вторую. У вас просто нажала, да? Нажала, спросит. И она может нечаянно вот так вот нажаться. Вот одета, да? Надета. И вот так вот запускается инструмент. Вот так вот. Не должно происходить. Это небезопасно. Если вы считаете, что это безопасно, вот это. Положите вот так вот на ногу, эту пилу, и вставьте аккумулятор, если вы считаете, что это безопасно. Тут еще момент такой, что Юрий показал, что он вставляет насадку, вот так вот. И она уже пилит. То есть вы вот так вот ставим насадку, не дай бог, да, во время работы, нажали нечаянно, и обилили себе вот так вот руку. Я считаю, что это небезопасно. Я тоже считаю, мое мнение, он высказывает в сомнении, что это небезопасно. Вы утверждаете, что это безопасно, что мы на вашу компанию интерскол наводим черен, да. То есть мы, получается, не соответствуют сведения действительности. Это порочащий характер. Это является порочащим характером. А на наш взгляд, это просто недоработка конструкции. И если честно, конечно, если углубиться в ГОСТы и сделать, конечно, отдельную экспертизу, это можно было бы реально доказать и отправить в Роспотребнадзор, но нужно ли вам это? Нам это не нужно, честное слово. Нам, мы не для этого собрались. Мы собрались не для того, чтобы искать правду в качестве, там, в соответствии. Мы делаем обзоры, мы просто рассматриваемся и видим, то что видим, то и говорим. Но кого-то ходить нахлобучить, нам это неинтересно. Ну, вы должны понимать, что интерскол уже один раз попал в Роспотребнадзоре реестр опасных для жизни инструментов. Это было в 2016 году, что ли? Было у Шемка 125100. Кому интересно, вы можете посмотреть. Это кто, какой-то пользователь? Возможно, когда какой-то пользователь сделал просто экспертизу, подал в Роспотребнадзор жалобу и за несоответствие характеристики или за то, что она опасная, просто ее нахлобучили, запретили продажу. Но на самом деле, если захотеть, можно любой инструмент к этой теме притянуть. Но нужно только захотеть. Мы не хотим, сразу говорим, мы этим не занимаемся. У нас другая история. Иск. Следующий у нас был, следующий вопрос был у нас. И у нас такой момент, они на странице заключения анализа слава блока, вот в иске написано, то, что инструмент производится в Китае. А вот фраза была такая, да, передай Китае, пожалуйста, чтобы начали в России нормально делать. Тут, конечно, нет прямого указания, что этот инструмент производится в Китае. Ну, почему-то они решили, что это китайские компании имеют отношение к производству товара. А что они имеют? Вот давайте просто посмотрим, 90% ассортимента делается в Китае. Да, компания ТМГ, я сегодня уже вам показал, производит или же предоставляет какие-то помощь какую-то в производстве этого товара. Что тут плохого? Я вообще не вижу. Здесь ни один... В мелоке весь в Китае производится. То есть считается, что если в Китае производится, это плохо, тогда макеты, которые производятся в Китае, это плохо. Там 95% все. У вас, ребят, немножко когнитивный диссонанс в голове не складывается. То есть получается, что если это оскорбление, что в Китае, мы назвали в ролике, то что вы производитесь в Китае, это оскорбление, тогда зачем вы в свои сертификаты, которые вы выпускаете продукцию, которую сертифицируете, 90% почему-то данного сделано в Китае, если это оскорбление. Смотри, тут вот еще написано. Они в иске пишут, по данному утверждению, эксперты делают, что данная информация может быть негативной в отношении компании производителя товара, если она позиционирует как исключительно российское и независимое. Указания на это присутствуют в рассматривании в СМОБОГе. То есть вы сейчас позиционируете себя как российское и независимое, а эти сертификаты, которые вы предоставляете к технике, что с ними делать, они в Китае сделают. У вас получается опять несоответствие. Вот второй пункт уже не соответствует. Первый пункт несоответствие безопасности, второй пункт производится в Китае несоответствие. Я вам еще более интересно скажу, зайдите на сайт Интерскола, зайдите в магазин, потому что только в магазине эта информация есть, официальный магазин Интерскола. Откуда мы взяли вообще информацию, что производится в Китае? Вот здесь вот. На этом приводе артикул 755-0040. Ребят, вы просто в Интерсколе это уже не удаляйте, пожалуйста, не меняйте там на Россию, потому что смысл на это мы уже нотариально это заверили для суда. Вы сами указали производство страна Китай. А теперь вопрос. Почему вы компании Аристо, которая является представителем, которая представляет ваши интересы, продает ваш товар на вашем официальном интернет-магазине, до сих пор не предъявили иск о том, что они поречат вашу деловую репутацию, продавая товар под маркой китайского производителя. Как так? Может быть, все-таки сами себя будете немножко тоже контролировать. А то я смотрю, научились контролировать блогеров вот такими бумагами. А себя до сих пор пока не научились. Так вот, ребят, если вы... Вообще вся система вот эта вот, что вы сейчас можете, она вся там пробивается на этом сайте, она вся написана сделана в Китае. Вся. От компании Интерскол. В этом же ролике российского производства. Да. Правда, у нас в ассортименте... В начале ролика Петр говорит, что это товар российского производства. А потом Юрий сказал, что передайте в Китай. Ну... Где вообще было сказано, что он сделан в Китае, да? Бог с ним. Как бы мы разобрались, что сам производитель если указывает, что он сделан в Китае, значит, он на официальном интернет-магазине, я думаю, что они там самую актуальную информацию о продукте предоставляют. Пошли. Это какая-то... Негром можно друг друга называть, а белым нельзя. Второй момент. Здесь есть интересный сюжет, где я захожу в кадр и вот эти вот у нас куклы есть, вот эти банкноты, типа, говорят, что этот от вас Интерскол передал, чтобы обзор был хорошим, да? Они написали, что... Они к этому прицепились. Юра, это от Интерскола передали, сказали, чтобы хороший был обзор. Что там, банк приколов, спрашивает Юра. Вот здесь только как бы на эти ложементы. Эти туда же возьми, только на ложементы. Данный реплик сопровождается видеорядом, в рамках которого третий участник, это я, видеозаписи, передает одному из участников видеозаписи объект, похожий на пачку банкнот. В данном фрагменте выделена следующая информация. Это они так посчитали, что компания Интерскола передала денежные средства в качестве оплаты за хороший качественный обзор. Качественный, обладающий только положительной к качествам отзыва на демонстрируемый товар. Вот, опять же, смотрите, хороший обзор, фраза, не подразумевает, что инструмент должен быть качественный. Хороший обзор, это качественный обзор, где указываются и плюсы, и минусы инструмента. Качественный обзор, это объективный обзор, в первую очередь. Поэтому тут притянутые завшие, что хороший обзор, это значит, что обзор только хороших характеристик инструмента, это притянуто. В контексте рассматривания записи, данная информация имеет негативный характер, так как эксплицирует заинтересованность названной компании в получении необходимой результата деятельности автора видеозаписи, формируя конфликт интересов. Данная информация имеет негативный характер в отношении компании. Давайте обратим внимание на то, что после этой фразы был смех, и вообще-то Юрий сказал, что это банк приколов, то есть это была шутка, давайте этот фрагмент посмотрим. Немножко есть насадка для лобзика, да, ты как-то быстро съем начал говорить, да, быстро съем, конечно, причем напоминает. Юра, это от Дарскола передали, сказали, чтобы хороший обзор был. Что-то банк приколов. Ну, здесь только, блин, как бы это, только на эту, на эти лажементы. Эти туда же возьми. Только на лажементы. Так, Юка. У Интерскола есть еще насадка на бал... Банк приколов. Если, конечно, можно, конечно, попробовать попытаться, да, как-то там натянуть негатив, да, на компанию, но обзор, чтобы был хороший, это действительно, мы делаем только хороший обзор. Мы плохие обзоры делаем, а чтобы он был еще, мы добавляем туда немножко приколов. Вот это как раз-таки тот сам прикол. Да, у нас есть такая штука, называется юмор. Мы иногда его используем в обзорах. И тут еще следующее, последнее, да, наверное, сюжет, это то, что Интерскола сверлит медленнее. И большой такой фрагмент текста, не буду, наверное, читать. В общем, Интерскол очень недоволен, что компания Макита выпустила перфатор, который сверлит быстрее. Так как они себя позиционируют как профессиональный инструмент на сайте Интерскола, этот привод и вся эта история, как профессионально написано, подходит для профессионального использования. Давайте сейчас еще раз откроем. Ну, слушай, а вообще такого понятия, как профессиональный, его же не существует. Бытовой, профессиональный, это… Многочасовое использование, это, наверное, профессионально. Ну, написано вот на сайте у них, рекомендуется для профессионального использования. Ну, по нормативам это 8 часов в день. Да, я думаю, что мы после этого ролика снимем небольшой сюжет, где мы поэкспериментируем, поработаем и посмотрим, насколько профессионально это можно использовать. Пожужжим немножко. Суть в том, что, получается, профессиональный перфоратор сделал, Макитовский сделал работу быстрее, чем Интерсколовский. И нам предъявили претензию за счет того, что вы назвали наш инструмент непрофессиональным, потому что перфоратор сделал работу медленнее, чем Макитовский. Вы тем самым нанесли компании ущерб. И теперь, получается, компания Интерскол хочет заткнуть нам рот даже на сравнительных тестах. Если товар какой-то мы сравним друг с другом, и Интерскол медленнее, компания Интерскол оспаривает. То есть, теперь, получается, они прав, потому что их товар не может быть, в принципе, медленнее никогда. Или хреновее работает, или медленнее, как мы там в этом ролике назвали. Может, они хотят, чтобы все, кто снимает подобного рода обзоры, они ни с кем другим, с другими инструментами вообще никогда не сравнивали? Я уверяю, что он не будет сраниться. А тебе не смешно было, когда они на Митексе взяли свою 40-вольтовую болгарку, новую, которую, и начали с 18-вольтовыми моделями с остальными сравнивать? Мне кажется, с 40-вольтовой Макитой сравните для интереса. Присылайте, мы сравним, интересно будет. Действительно, если она реально такая крутая, мы вообще сравним, она у вас будет пушка, на самом деле, крутая. Да что присылайте, может, мы ее купим, посмотрим. Заклеим этикетку, нарисуем какую-нибудь приколюшку какую-нибудь. И тут еще второй момент. Для того, чтобы сделать отверстие для крепления к картине болера и инструмента матерского, необходимо затратить много времени. Тебе нужно раз в год, твои слова, кстати, тебе нужно раз в год повесить картину и повесить болера. Да, ты просто пробуришься. Ну да, пускай три часа, но ты можешь сделать это спокойно. Данная информация выражена при помощи словосчитания три часа. То есть, ты сказал, что она три часа будет бурить, и я не говорю, три часа выражающие оценочную информацию долгое время. То есть, тебя судят за то, что ты сказал, что я этой насадкой... Буду сверлить три часа. Буду три часа сверлить. Она, на мой взгляд, она, по моим ощущениям, она сверлить три часа. И ты такой, а куда 15 миллионов отдать? Отлично. Отличный подход, ребята. Ваши юристы просто лучше так некрасиво себя показать в иске. Это надо просто еще суметь. Институт иском может использовать для того, чтобы сделать одно отверстие, но не для изготовления множества отверстий. Если не кухню вешать в одно отверстие, то пойдет. Данная информация может рассматриваться как негативно в отношении демонстрации. Это можно, конечно, сделать и 300-400 отверстий, но это долго неудобно. Петру нравится. Два раза просветить в год, подойдет. Это мой подход. Но по факту, для профессионального спорта, мы считаем, что он не подходит. Тут компания считает, что ущерб от данного ролика... Давайте так. Чем же все-таки заканчивается ролик? Заканчивается ролик тем, что Петр все-таки положительное впечатление, комплементарно об инструменте делает. Он говорит, я бы себе взял... Рассказывает, что есть минусы, расскажет, что есть плюсы. Для его работ этого было бы вполне достаточно. Он компактно помещается. Это все в ролике указано. То есть суммарно по всем параметрам ролик получился комплементарным, позитивным. Если посмотреть на комментарии от популярных к непопулярным, там наверху в топе будут популярные комментарии. Они такие, я бы такой инструмент взял, мне понравилось. То есть, в целом, сюжет ролика получился положительным. И, ребята, где ущерб, нанесенный компанией Интерскол от этого ролика в размере 15 миллионов рублей? Во-первых, сумма ущерба никак не подтверждается. Никак. Откуда, почему не 700 миллиардов? Почему не триллиант, не триллион? Написали, что такая вот сумма. Мне вот интересно, почему компания Интерскол в новостях использует наш ролик. Вот если мы реально такие мерзкие ребята, на которых надо в суд подать. Вот мы реально прям не понимаем, что говорим, несем дичь какую-то. Как сказал тут, что они совсем берега потеряют, если сейчас мы их не накажем в суде. Зачем вы наши ролики используете в новостях на своем сайте? Вот мне интересно. Там вообще мое лицо. Я вообще вам разрешение не давал на использование своего фейса на вашем сайте. Вы продаете продукцию, используете меня как амбассадора вашего бренда. Я не являюсь амбассадором вашего бренда, честное слово. Вы, наверное, что-то перепутали. Но вы мое лицо используете на своем сайте. Пожалуйста, удалите, пожалуйста. Я не хочу, чтобы вы использовали. Если вы, конечно, не хотите какой-нибудь встречный судебный иск. На самом деле, я, конечно, не настроен на судебные иски. Но, ребят, давайте все-таки по чесноку. Я не разрешаю использовать эти ролики. Если уж кратко быть, все-таки закончить этот иск. Конечно, все это очень сумбурно и получилось у нас немножко так вот скомкано. Но факт тот, что иск этот притянут за пустую, за уши. И, конечно, мы не очень хотим судиться. Но, в любом случае, в декабре у нас заседание. Естественно, мы все эти передряги переживем. Как бы там ни было, кто из этих передряг выйдет победителем, кто проигравшим время покажет. Надеюсь на то, что вы нас поддержите, в первую очередь. Я не хотел бы, чтобы вы писали на всех матерсковских ресурсах всякие обидные фразы. Но от этого я не думаю, что там как-то станет легче. Я не думаю, что это правильный путь. Вы просто выбирайте для себя, с кем вам комфортнее, с кем удобнее. Какой бренд для вас считается правильным, честным. Да, я думаю, что больше всего будут привлекать внимание все-таки на себя. Это честные бренды, которые говорят все, как есть по факту. Сейчас будущее именно за ними. Собственно говоря, об этом мы и стараемся в наших обзорах говорить. Потому что купленные обзоры, они не очень интересны, на самом деле. Мы стараемся все-таки говорить, как есть по факту. Если получится так, что мы перестанем говорить правду и закроемся, если мы действительно просрем 15 миллионов рублей, наверное, придется закрыться, больше ничего не говорить. Потому что тогда зачем, какой смысл что-то вообще говорить. В принципе, все. Ну да, если любой на тебя может подать в суд. Вы убили блогерство, вы убили мнение, вы убили свободу слова, вы убили, в принципе, возможность что-то говорить в медиапространстве. Вы этого хотите, скорее всего. Это вас, вам это нужно контролировать. Я закончу эту всю историю просто одним скриншотом из одного чата строительного, где товарищи присоединили. Как раз-таки об этом и мечтает. И вы оставьте свое мнение под комментами, внизу в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И оно будет для нас тоже достаточно важным. Просто оставляя комментарии или оставляя отзыв, плохой отзыв об инстанете Трескова, вы должны понимать, что вы будете следующим. Всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok